С Днём Ангела! С Днём Ангела, дорогие именинники! Из всех благородных металлов самый дорогой, самый любимый металл – это золото. Металл цвета спелой пшеницы, цвета солнечного света. Он символизирует собой и издревле, и богатство, и власть, и нетление. Тех, кого мы любим, мы часто называем «золотой мой» или «золотая моя». И вот есть такое имя – «злата». По-гречески – «хриса». Сегодня Святая Церковь совершает память мученице, носившей это красивое имя. Была народом из болгарской деревушки. Молодая девушка, кроме неё ещё было в семье ещё три девочки. Отец их был небогат. Жили они в то время, когда на Балканах царствовали турки. И вот «хриса», небогатая по родству, но богатая добродетелями, верой, целомудрием, красотой, однажды стала объектом похоти одного знатного турка. Турак, увидав её, прельстил с её красотой и пригласил её для разговора, предложив быть своей женой. Конечно, попутно предлагая изменить христианскую веру на магометанскую, и за это сулил её различного рода награды земные. Злата категорически отказалась. Он забрал её к своим жёнам, которых уже имел несколько человек, и, зная умение женщин уговаривать, прельщать, попросил уже он склонить Злату к этому супружеству. И к измене, соответственно, повторяю, веры. Женщины долго уговаривали её, долго обещали разные и благоземные. Злата всё это отвергла. Причём пишется в житии, что она вдруг сама для себя неожиданно почувствовала некую духовную твёрдость в себе и сказала, что если даже вы меня на куски порежете, то я Христу не изменю, и он мне небесный жених, и я отвергаю ваши все предложения. Её стали пугать, обещая жестокие мучения, на что, собственно, турки, к сожалению, всегда были способны. Злата была тверда, тверда не только как золото, но и как алмаз. Потом родители её, боясь за свою дочь, да и за себя боясь, вместе с сёстрами Злата стали уговаривать её, говоря, «Пожалей себя, дорогая дочь, дорогая сестра. Христос добрый, Он простит тебе грех невольного отречения. Если ты в сердце сохранишь ему верность, а только устами от него отречёшься, Он помилует тебя, потому что Он не любит наказывать. В душе девушки должна была возникнуть буря, однако, как говорится опять-таки в чудном житии, «Возрадуйтесь, возлюбленные, бурю эту Злата победила». Она сказала, что после слов ваших вы мне больше не родственники. Я имею теперь для себя отцом Бога, а матерью Богородицу, и никогда от него не отрекусь. Вот после этих твёрдых слов исповедания Злату стали тогда уже и мучить. Её долго били сначала, а потом выдумали различные способы над ней издевательства. Раскалённые кочергой опалили лицо от уха и до уха. Раскалили некую иглу и просунули из одного уха в другое, проткнули голову насквозь так, что люди, видевшие это, закрывали глаза и не могли смотреть на подобное бесчеловечие. Много различных вещей, таких вот жестоких, совершенных над этой мученицей. В конце концов, привязали её к дереву, к груши, и ножами буквально действительно искромсали её на куски, так что она, как золото, очищенное огнём страданий, действительно претерпела великие муки за имя Господне. Золото очищается огнём, и когда мы читаем о таких жестокостях, которые допустил Бог над своими угодниками, мы должны понимать, что действительно этими страданиями святые очищаются и блестят ярче золото в Царстве Божьем. Кроме носящих это красивое имя, сегодня, кстати, возвратившееся в наш обиход, в нашу повседневную жизнь, мы рады поздравить с Днём Ангела Вениамина, Никиту и Карпа. С Днём Ангела, дорогие имениниги! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова